На плате услуг ЖКХ можно экономить. Каждый делает это по-своему. Кто-то вполне официально устанавливает счетчики, кто-то использует нелегальные варианты, кто-то не платит вообще. Чтобы не загонять население в долги, если денежная ситуация в семье действительно не позволяет оплачивать ЖКХ в полном объеме, в республике гражданам предоставляют субсидии. Все подробности далее. Установить счетчик в квартире сегодня требование законодательства. Без него экономить на отдельных видах услуг ЖКХ не получится. Начислять будут еще больше, плюсуют содержание общедомового имущества. Хотя ежемесячные платы, даже с учетом показаний счетчиков на воду и тепло, и так серьезно влияют на семейный бюджет. Сколько платят линчане, мы поинтересовались на улицах города. Около 7-8 тысяч. Ну это да, это достаточно. Также оплата за свет, за воду и так далее. Все это накапливается и получается приличная сумма. Для нас это много. Очень много. Я вот считаю, что это наш дом такой еще старый и столько много мы платим за это. Получается, что и все равно дома холодно в квартире. Ну и семейного бюджета немного, но порядка 6 тысяч ЖКХ. Ну вместе с управлением компанией 6 тысяч. Это за 55 квадратов. Суммы разные, но это всегда брешь в семейном бюджете. В любом случае экономить пытаются все. Порой даже нелегальными методами. Многие люди пытаются ставить счетчики на... ой, магниты на счетчики. Ну или сделать что-то с электрическими счетчиками, чтобы обманывать там, ну, энергосбыт и так далее. А между тем есть вполне легальные варианты экономии. В Ленске с 2011 года работает служба субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Если затраты на ЖКУ в семье составляют более 15% всего дохода, часть затраченных средств возвращается из госбюджета на счет плательщика. Рассчитать, попадает ли семья в льготную категорию, можно и самостоятельно, и обратившись к специалистам службы субсидий. Семья, получается, предоставляет пакет документов, где указано, сколько человек прописанных, свои доходы подтверждающиеся. Ну и, соответственно, мы уже из расчета прожиточного минимума, ну, стандарта нормативных площадей, стандарта стоимости на ЖКУ, все расчет делаем. Если у человека получается, то, соответственно, мы предоставляем субсидию. Субсидии предоставляются на полгода. По истечению этого срока можно ее подтвердить и не единожды. Деньги возвращаются не только за отопление в многоквартирном доме, но также за газ, дрова, подвоз воды. Это актуально в сельских поселениях. Получить компенсацию можно не только на жилищно-коммунальные услуги. С 2016 года служба возвращает часть средств, уплачиваемых в фонд капитального ремонта. Но, опять же, не всем. То есть, получается, пенсионерам, неработающим, собственникам квартиры, кому свыше 70 лет, 50% возмещаем, а кому за 80, тем 100% возмещаем. Перечень документов на получение субсидий небольшой. Однако, какое это имеет значение, когда речь идет о реальной экономии. Тем более, когда в июле грядет традиционное повышение тарифов. Олеся Васева, Дмитрий Вельчевский, Руслан Кириллов. Телеканал «Алмазный край».